могу начинать так ну здравствуйте коллеги хочу поделиться с вами своим опытом управления с десятками и сотнями маршрутизаторов я работаю в компании в которой их очень много и вот задача встала и нашлось решение наверное есть другие способы решения этой задачи но я предпочел использовать ansible ну для начала я представлюсь меня зовут вадим в первый раз я увидел в 2003 году примерно микротик и сразу в него влюбился то что супер железка супер софт вообще отличная вещь работаю системным администратором и где работают там вот штук 500 микротиков да есть наверное для тех кому код скажет больше чем вся моя презентация вот пожалуйста ссылки на гитхаб все файлы касательно ansible и его использование с микротиком выложены в публичный доступ пожалуйста смотрите все эти коды и все эти ссылки ведут в одно место на гитхаб если что внизу каждого слайда я не знаю видно вам или нет но от внизу внизу каждого слайда есть еще ссылка то есть она продублирована так ну я надеюсь кто хотел тот успел и приступим но если что я потом этот доклад ну и весь код уже выложен на доклад микротику я передам он будет поехали ну для начала давайте рассмотрим идею и принципы взаимодействия ansible с роутер-ойс как это вообще должно друг с другом работать ну и вдруг если кто не знает что такое ansible вкратце ansible это популярное программное обеспечение для управления конфигурациями серверов ну как бы прежде всего это серверы но не только серверами он не ограничивается ansible написан на пайтоне и под джипе лицензии распространяется работает что для нас очень важно через ssh то есть не и еще важный момент никакого дополнительного па на стороне роутера не требуется есть ну и в системы другие для централизованного управления управления такие там как че в папе то там требуется агент какой-то на стороне управляемого оборудования sensible это необязательно и все работает через асасу и через ssh очень просто ну и ansible доступен для установки через пакетный менеджер в любом linux дистрибутиве то есть он доступен и просто в использовании какие задачи можно решать применяя ansible для работы с роутер-ойс задач масса ну прежде всего это массовая перенастройка роутер-ойс допустим нам нужно поменять какой-то параметр на сотни маршрутизаторов это может быть адрес-лист настройки dns записи настройки вайфая настройки сис лога завтра будет доклад про сис лог да вот вы захотите внедрить на всех своих сотнях маршрутизаторов настроить это логирование чтобы оно шло в центральное место настройка имел оповещений вот мои коллеги говорили там про не знаю про отключение neighbors discovery например да это все легко делает ansible пожалуйста ну совместно с микротик я расскажу как это все работает управление пользователями можно делать и все это централизовано потом еще можно использовать ansible для контроля конфигурации роутер-ойс то есть не просто перенастраивать какие-то параметры а проверять например корректно ли у нас настроен firewall везде ли есть для ван интерфейса дроп правила чтобы нас хакеры не похакали проверять техническое состояние роутер-борда можно там в порядке например у него флэш или нет есть бэтблоки или нет это может быть важно потому что я у меня были роутеры с бэтблоками и они начинают глючить со временем и ansible можно применять для автоматизации настройки типового оборудования ну вот о чем говорил михаил можно это делать средствами ansible по шаблону настраивать типовое оборудование ну несколько ссылок привожу первая ссылка это официальная документация ansible она хоть и на английском языке но она очень хороша и доступно доходчиво вторая ссылка это репозиторий уже готовых ролей и готовых конфигураций ansible под сервера там просто можно посмотреть как это все работает как это все пишет просто примеры ну и две последние ссылки вот которые здесь указаны это ссылки на хаббр там русскоязычные популярные статьи ну вообще информации про ansible достаточно много так ну и вот как должны взаимодействовать ansible и роутеройс как их симбиоз осуществляется что делает ansible и что делает роутеройс скрипт ansible у нас будет выступать вот и ну видно наверно да ansible будет у нас являться централизованным хранилищем всех наших скриптов все наши наработки по микротик можно хранить и нужно хранить в одном месте а также ansible это транспорт средства доставки роутеройс скрипт на роутеры запуска их также ansible это контролер доставки скриптов он сможет проверить все ли дошло и все ли применилось и в особых случаях ansible будет выступать генератором скриптов ну по шаблонам то есть мы можем задавать шаблон и ansible сгенерирует конфиг уникальный для роутера то есть это такой вспомогательный инструмент всю необходимую перенастройку проверку конфигурации всю работу на роутеройс мы осуществлять будем при помощи роутеройс скрипт то есть это такая полезная нагрузка то есть ansible это транспорт роутеройс скрипты это полезная нагрузка ну такое небольшое отступление для того чтобы все круто работало то есть сеть тоже должна быть организована определенным логичным образом структурирована и поддаваться какой-то логике ну например приведу свой личный опыт личный пример вот в организации где я работаю очень развита розничная торговая сеть у нас порядка трехсот торговых точек по всей стране и везде стоит микротик везде есть ip телефония ну и всякое такое прочее этим надо как-то всем управлять поэтому с самого начала мы с коллегами продумали для начала план телефонной нумерации какие где будут телефонные номера там у нас четырехзначная нумерация и на основании этой нумерации мы уже генерируем подсети мы понимаем какой-то регион какие там должен быть айпи адреса под сети то есть уже все продумано и сейчас легко понимать и перенастраивать оборудование группами то есть можно там регионами перенастраивать или какими-то кусками вот это такое просто пожелание к теме напрямую не относится требование к управляемому роутерборду ну конечно же на нем должен быть включен ssh и желательно чтобы версия была 6.31 или старше для того чтобы работали rsa ключи ну аутентификацию удобнее всего на чуть позже про это скажу делать не по логину и паролю а по логину и ключу и rsa в этом плане удобнее так ну конкретные примеры и более детально массовая перенастройка роутерой средствами ansible вот я привожу пока я эту схему потом еще раз покажу это я просто сейчас показываю ну как бы перед вниканием в технические детали так сейчас момент значит как все это работает в ansible мы пишем роли такие кусочки конфигурации детали пазла или кирпичики из которых мы потом будем собирать тот или иной тут ту или иную конфигурацию влиять на те или иные настройки также в ansible есть файл хост в котором указывается список управляемого оборудования ну то есть те хосты группа хостов которыми мы будем оперировать для того чтобы связать роли вот эти кирпичики конфигурации с хостами есть плейбуки мы в плейбуках описываем каким хостом какие роли назначать дальше это все дело запускается ansible и ansible подключается к микротикам pssh и делает то что мы от него хотим сейчас о всех этих аспектах расскажу поподробнее так ну прежде всего так пардонте что это такое вот ну начнем с файла ansible kfg это файл который настраивает работу самого ansible там можно указать количество потоков то есть сколько одновременно роутеров будем настраивать и задать разные дополнительные параметры то есть просто имейте ввиду что такой файлик есть и неплохо бы в него заглянуть подробнее про него не буду рассказывать я вот не знаю видно да но этот пример этого файла вот такой вот он дальше по поводу аутентификации удобнее всего использовать аутентификацию pssh ключам ну то есть это будет выглядеть таким образом что на сервере где работает ansible для ansible будет создан непривилегированный пользователь для него будет сгенерирована пара ирсак рсак ключей и на пользователь на роутере будет создан такой же пользователь и ему импортирован ключ вот таким образом все это будет работать я не буду сейчас как подробно рассказывать как генерировать ключи как их устанавливать это все очень такая тема хорошо изученная на ней застрять внимание я не буду так чего не переходит сейчас вот следующий важный компонент ansible ну и как бы важный вопрос который нужно понять роли что такое роль вот в нашем случае роль это будет универсальный самодостаточный и независимый от других блок описывающий определенный аспект конфигурации ну например мы сделаем блок который на настраивает сервисами на роутерой с какие-то включает какие-то выключает это будет отдельный блок мы сделаем блок который настраивает имейл оповещение сделаем блок для настройки snmp вот то что о чем говорил михаил делаем вот эти кусочки ну а дальше мы можем этими кусочками уже оперировать то есть в нс был за это у нас будут отвечать роли как описать роль в нс был вообще что это из себя представляет роль венс был представляет из себя просто под каталог внутри каталога ansible rolls как мы этот под каталог назовем так и будет название роли и внутри роли должна быть определенная структура под каталогов я не знаю видно не видно вот то есть как мы видим каталог сейчас я включу подчеркивание она видимо совместно с лупы не работает ну да ладно в общем вот есть каталог ansible внутри есть под каталог rolls дальше каталог с названием роли а дальше у него должна быть определенная и четкая структура под каталогов и файлов которые там лежат но в обязательный элемент это под каталог tasks в котором будут задания для самого ansible лежать там вот должен быть файл main yaml это инструкции самого ansible это то что делает ansible и есть еще вспомогательный под каталог files в котором лежат которым лежит микротиковский скрипт который ansible как раз и будет транслировать на роутер могут быть и другие под каталоги внутри ролей там например для задания переменных для задания шаблонов но это уже более подробно потом принципы написания скриптов ну и россии скриптов для ролей ansible прежде всего это простота и блочность каждый скрипт который будет внутри роли получается каждая роль будет описывать только один определенный аспект конфигурации и это этот блок он не должен быть зависим от других ролей идея в том чтобы мы могли любое количество ролей применить в любом порядке к любому количеству роутеров и это бы ничего не сломало то есть делаем такие фрагментарные маленькие кусочки следующий принцип который я вижу важно может быть вы не разделите эту точку зрения это щадящее использование флэш памяти роутера но я вот не люблю просто так флэш дергать поэтому перед тем как вносить какие-то изменения я всегда в вот этих маленьких кусочках конфигурации проверяю надо ли их вносить то есть у меня состояние такое как надо или надо его изменить ну и третий принцип который вот получилось формулировать это осторожность то есть изменять какие-то ну писать роли которые изменяют какие-то критичные для работоспособности роутера параметры лучше делал лучше это делать с большой осторожностью например там firewall править на сотни роутеров это будет как-то проблематично или интерфейсы какие-то включать выключать то есть осторожно это все делать особенности работы ansible с роутеройсе вот штатно ansible использует python на управляемом оборудовании ну понятное дело что на микротике то никакого питона нету и работать штатно просто так вот из коробочки ничего не будет ansible представляет возможность запускать команды в роу режиме то есть просто мы берем какую-то команду и просто ее транслируем на оборудование но таким образом неудобно если у нас много строк много команд какие-то скрипты это все очень неудобно поэтому есть другой способ взаимодействия вот мне показалось наиболее удобным использовать обычный ssh клиент на хосте где ansible стоит и перенаправить и при помощи пайпов ну конвейера перенаправлять в него команды из текстового файла то есть выглядеть это будет следующим образом я приближу вот это файл инструкции самого ansible вот есть такая роль snmp в ней каталог tasks и есть файл май файл майон я мол в котором инструкции самого ansible ну и здесь простейшие простейшая роль значит мы запускаем команду при помощи ката читаем скрипт и при помощи пайпа плюем его в ssh а ssh уже подключается к роутеру и команды эти по очереди туда транслируют то есть таким образом ansible может запускать команды на роутер ось таким образом это довольно удобно делать ну и здесь описан файлик snmp rsc давайте-ка на него посмотрим на следующем слайде давайте я сейчас закончу потом вопросы зададите в конце а то просто собьюсь и будет неудобно вот и вот он простейший файлик для настройки snmp там включить snmp она вам наверно видно включить snmp настроить его параметры значит обращая внимание что в конце rsc файла обязательно должна быть в конце пустая строка а иначе последняя команда выполнена не будет вот это надо иметь ввиду следующий пример а вот кстати да и вот мы сейчас с вами рассмотрели простейшую роль вот эти семь строчек ну вот вот это вот вот это вот инструкции ansible и файлик с инструкциями на языке микротик скрипта на роутерой скрипт вот эта простейшая роль была которая настраивает snmp но она вот такая элементарная всего семь строк кода включая одну пустую строку все принцип вот такой практически все что я выложил на github она построена по такому принципу ansible читает файл отправляет на роутерой роутерой выполняет ну там и мы хитрые пишем скрипты чтобы это работало давайте рассмотрим еще один пример так это для настройки сервисов на микротике как мы видим первый блок кода это инструкции самого ansible то есть инструкция всего одна там подключиться ну прочитать текстовый файл и отправить его в роутер ну и дальше на самом роутерой скрипте как я уже говорил да я flash не люблю насиловать поэтому я проверяю службы которые мне не нужны если они там не выключены я их выключаю ну вот вот такой вот все остальные роли как я уже говорил это примерно то же самое то есть примерно вот такая технология все довольно таки просто покрупнее давайте сейчас я сделаю покрупнее пока еще что-нибудь расскажу так покрупнее какой кусок куда вот конечно же удобно иметь еще какую-то роль которая будет прописывать ansible на роутерах ну например у нас есть там 10 20 30 100 роутеров и надо их cancela добавить у меня уже есть несколько ролей которые могут это оборудование добавить себя прописать все это в репозитории есть там есть одна роль которая просто добавляет отчетной записи есть та которая еще роутер обновляет вот но тут очень ладно об этом дальше тут еще есть о чем поговорить то есть мы так знаете что сейчас один момент я видим один слайд залистнул сейчас это надо досадное недоразумение ну конечно же вот он это файл хостс в ansible есть еще такая штука файл со списком хостов которыми мы будем управлять хостей эти группируются и можно указывать не только один ip адрес но и диапазоны ip адресов dns имена диапазоны dns имен и все это дело группировать ну вот например да группа in it наверху и здесь указан диапазон то есть будут хосты с третий октет будет с 50 по 99 в квадратных скобках задаются группы можно задавать переменные которые будут дальнейшем используются в в работе в дальнейшем например там порты если ssh не стандартный все это можно описать вот пример файла хостс значит и таким образом у нас уже есть наработки кирпичики роли и есть хосты которыми мы будем управлять теперь надо одно с другим объединить для этого служат плейбуки в ansible ну так это называется что это такое файл playbook это файл который описывает каким хостом из файла хост какие роли применять в плейбуках также можно указывать дополнительные переменные ну и давайте рассмотрим пример вот такого простого плейбука сейчас я приближу первая строка ну ладно видимо придется так не работает одновременно подчеркивание и увеличение первая строка хост это название группы из файла хост ну то есть каким хостом применять потом вторая строчка getter facts означает что энцибл не будет питаться пытаться при помощи питона получить информацию об оборудовании ну если бы это был linux сервер то он бы там узнал для себя про него там что это за сервер какой дистрибутив какой у него пакетный менеджер какие у него ip адреса и так далее но у нас микротик нам это ничего не надо следующий пункт тип соединения connection поскольку штатными средствами энцибла мы к роутерам не подключаемся как я уже говорил это не работает мы используем локальные соединения то есть энцибл как бы подключается к так к тому серверу где он работает и оттуда запускает локальный ssh клиент который уже подключается к микротиком поэтому connection local дальше идет перечисление ролей которое будет применено вот к группе main office из файла хост ну и дальше можно еще опционально по желанию задать какие-то переменные и конечно же если у нас есть несколько групп хостов мы делаем несколько playbook of в каждом описываем какие роли применять а потом их запускаем следующий слайд как раз про запуск то есть все мы подготовили playbook у нас есть роли у нас есть хосты теперь все это дело надо запустить и раскатать конфигурацию по оборудованию для запуска есть команда ansible playbook а дальше указываем имя playbook а сейчас пример этой командой как она выполняется я покажу ну и у ansible playbook есть еще ряд всяких интересных ключей запуска это уже подробнее если кому интересно вы ознакомить можно там поскольку иногда бывает что ключей запуска очень много требуется по какой-то причине указать то можно в саш скрипт это все зарядить ну и давайте рассмотрим такой простой пример запуска вот ansible playbook main office я мол я запустил ну и видно что отработано три три роли вот email setup сервисе с снмп и в каждой роли у нас было по по три за да по одной задаче ну у нас каждая роль это одна простая задача вот по одной задаче все это было успешно выполнено применялась вся эта настройка к одному ip адресу потому что у нас файле хост в группе main office был только один айпи адрес их было больше был то перенастроено было бы больше и в конце ansible выдает статистику по всем хостом то есть чё он смог чё он не смог всю эту информацию потом можно посмотреть были ли ошибки или нет так что делать если во время нашей перенастройки вот мы запустили ansible он там все раскатал но часть оборудования по каким-то причинам была недоступна ну например не было интернета на удаленной точке оборудование было выключено потому что там страна большая разные часовые пса и так далее так вот ansible по умолчанию записывает адреса сбойного ну не а не доступного и сбойного оборудования в retry файлы находятся они в каталоге ansible под каталог . ansible retry и дальше имя playbook а ну файл с именем playbook и с расширением retry и потом мы можем запустить ansible playbook команду с указанием вот этого файлика и таким образом осуществить перенастройку только того оборудования которое было недоступно и можно даже это добавить в крон например в планировщик чтобы вот мы запустили переконфигурировали что-то что-то там не переконфигурировалась и она там само через какое-то время будет по крону дергаться и в итоге перенастройка будет завершена ну давайте вопрос позже ну я потом расскажу так ну еще раз вот эту картиночку общую схему которая вначале показывал ну так сказать для закрепления вот у нас есть роли это кирпичики блоки из кат которые мы применяем к оборудованию независимые друг от друга маленькие простые есть у нас файл хост в котором описаны перечень управляемого оборудования есть у нас playbook и в которых описано каким хостом какие кирпичики ну какие роли применять мы это дело запускаем при помощи энсабла на работу энсабл влияет файл энсабл кфг какие-то переменные могут еще влиять на результат и дальше конфигурация при помощи ssh раскатывается по оборудованию ну вот примеры из жизни приведу просто как в жизни мне это помогло у нас на работе много микротиков много торговых точек и вот захотелось немножко повысить безопасность на торговых точках у нас там конечно везде антивирусы стоят и в общем-то все нормально но захотелось еще добавить яндекс dns у них там есть безопасный dns который блокирует некоторые вредоносные сайты ну просто как бы и без энсабла перенастроить этих 300 точек dns поменять но это безумие я не знаю кто будет руками делать а сенсаблом где-то минут за 30 я написал роль которая меняет подключил который меняет dns но причем она не просто меняет на микротеке dns а еще и смотрит если там google dns указано мы всегда до этого google использовали везде дефолтной конфигурации то меняется на яндекс а если там указаны локальные провайдеровские dns и ну не google какие-то другие то скорее всего там может возник ситуация что у провайдера там конец pptp и коннектится этот pptp к какому-то хост нейму ну то есть днс имени который резолвит dns провайдера то есть в таком си в такой ситуации dns не менялся или например еще такой вот тоже пример из жизни захотелось сделать вайфай сеть на всех наших точках сервисную для того чтобы туда подключать оборудование ну там камера и пишные всякое такое вайфай сети виртуальную дополнительно это бы упростило моим коллегам настройку нового оборудования просто применяешь шаблон отправляешь неважно в какую часть страны приехала там ну везде все одинаково и соответственно пароль знаем только мы айти специалисты и никому этот пароль не даем ну опять же 300 точек да там надо же создать интерфейс создать security профиль добавить в bridge там создать virtual ap там вот это все настроить это же безумие до 300 точек в энсбле пожалуйста 40 минут там на тестирование на разработку всего этого дела и накатка там за за пару часов везде это появилось и жить стало хорошо ну и так далее то есть вот вы даже если услышите где-то ну нам мам какую-нибудь интересную тему да кто-нибудь расскажет какую-нибудь интересную штуку то можно на своем имеющемся оборудовании средствами энсабл вот это все дело применить даже если роутеров там я не за много главное написать роль и раскатать ее следующий аспект да да и важное предостережение поскольку энсабл это уж такой мощный инструмент то можно всю инфраструктуру запороть то есть при использовании энсабл желательно иметь группу тестового какого-то оборудования на котором обкатывать все а иначе последствия будут очень печальными можно потом выглядеть вот так вот вся сеть ляжет как и как 300 роутеров чинить а особенно если они куда-нибудь отвалились я не знаю такое предостережение ну так следующее следующая идея тут тут просто как идея да использование энсабл для контроля за конфигурацией роутер ось сейчас расскажу подробнее что это такое ну когда говорят микротик скрипт да первое вот я не знаю как у вас а у меня первое такое впечатлен как первая ассоциация что это скрипты ну может какой там dnds обновить каких-то провайдеров балансировать ну что-то такое делать но можно использовать скрипты микротика для того чтобы они контролировали какой-то важный для нас кусок конфигурации ну например фаервол закрыт у нас фаервол на импуте нам всех наших точках или кто-то там правило отключил или неправильно настроил или же еще что-то там про контролировать тут плюс в том что ну идея такая что мы разрабатываем некий скрипт который нам контролирует на роутере какой-то аспект средствами энсабл распространяем этот скрипт по оборудованию добавляем его в планировщик микротика и скрипт уже независимо от энсабл делает свои проверки например вот тот же самый до пример с фаерволом скрипт каждый там сколько-то часов запускается смотрит есть дроп правила на ван интерфейсах или нет если нет шлет оповещение то есть в данном случае мы не меняем конфигурацию оборудования а мы просто ее контролируем потому что менять конфигурацию того же самого фаервола особенно создавать дроп правила на там сотни микротиков которые имеют разных провайдеров разные способы выхода в интернет у кого-то пптп у кого-то там ppoe у кого-то статик айпи и вот так вот менять слепо написать какие-то такие заумные скрипты которые это делают но это сложно проще просто проконтролировать и доложить администратору о том что что-то не так ну вот мой пример с таким контролем ну первая идея да это контролировать фаервол вот здесь коллега рассказывал да что могут использовать микротик всякие такие веселые ребята у нас такое было то есть мы везде вроде все настраиваем но могут возникнуть ситуации когда например на торговой точке поменялся интернет-производитель провайдер кто-нибудь из моих коллег это все дело перенастраивал но по какой-то причине отвлекли его забыл создать дроп правилам всякое бывает все же мы люди то будьте же людьми ребята вот или же или же просто там кто-то в диагностических целях выключил правила на фаерволе в форвардинге или же в импуте и как как а ты отследить да и вот такие роутеры где-то они есть и и у нас были ситуации когда люди звонят и жалуются говорит слушать у нас что-то интернет плохо работает там 1s вылетает все плохо все ужасно заходим на роутер смотрим а там cpu сто процентов в профайлере видно что это dns и видно что ван интерфейс забит ну то чем роутер используется в dns amplification атаки ну всякие веселые ребята то же самое с ntp может быть если где-то в проксе а фаервол не закрыт ну понятно да ну в общем подробнее не буду рассказывать скажу лишь только что я написал такой скрипт который определяет кто есть ван интерфейс он смотрит ну dhcp клиент где настроен где есть source над и специфическое имя у нас по типовой конфигурации везде ван интерфейс имеет слово ван и вот несколько параметров в этот скрипт смотрит и если нет дроп правила в инпути и форвардинге тогда он генерит email оповещения и вот такой скрипт был написан и вот этих все эти недочеты были устранены ну и так же он работает сейчас в планировщике если где-то вы из моих кто-то коллег отключите ли я где-то на косарезе отключу дроп правила мне об этом и микротик же и сообщит ну то есть идея какая пишем скрипт на языке роутеройс который что-то нам там контролирует что нам интересно оповещение будут на имейл или на сислок имейл сислок настраивается отдельной ролью и дальше средствами энсабл распространяем все это дело то есть энсабл дает нам возможность теперь уже распространять на любое количество микротиков скрипты если даже мы в каком-то скрипте сделали ошибку то можно ее также легко централизованно исправить вот эта ключевая вещь то есть есть возможность контроля есть возможность влиять на множество единиц оборудования также вот еще один пример из жизни при настройке части оборудования на работе я там допустил одну ошибку с роутингом и были ситуации ну то есть могли на части на небольшой часть оборудования могли бы ситуации когда что-то работает там не так у клиентов могло что-то отваливаться в исключительных ситуациях ну я знаю что такая ошибка есть но как ее поймать где я ее допустил я не знаю написал скрипт который эту специфическую ошибку ловит через энсабл распространил и все это было отловлено и починено дальше энсабл с микротиком может не только вот ну пулять в него командами и все а может еще запустить маленький скриптик можно на микротике который что-то там проверит и вернет нам ну знаете как это true false или нолик единичку ну то есть в результат проверки какой-то вернет мы можем в энсабле это дело проанализировать и в зависимости от этого действовать дальше то есть можно организовать некое ветвление но вот есть такой вот не знаю такой пример простейшего алгоритма как я например скрипты на роутере загружаю там сначала проверяется если на роутере скрипт в систем скрипт если есть то он запускается энсабл знает а он есть запускает его если его нет то я его загружаю по scp scp запускаю ну там инсталирую запускаю то есть можно вот таким вот образом сделать интерактивное взаимодействие пример кода сейчас увеличу первой командой мы проверяем есть ли нужный нам скрипт на роутере то есть вот файлик к там читаем файл чек и росси первая строка вот это все плюется туда в ssh через pipe и файлик вот этот чек и росси будет иметь вот такой вид ну на роутерой скрипте там и в что-то там то то там и он что-то делает путь но есть такая команда путь это на стандартный стдаут мы можем что-то вывести энсабл стдаут мониторит и может записать его в переменную вот мы дали микротик какую-то команду стдаут получили можем его записать в переменную дальше анализировать это и в зависимости от этого делать ветвление команд энсабл а ну и вот здесь собственно пример такой показан я сейчас не буду его подробно обсуждать эти все примеры есть презентация будет ну в общем просто я говорю что можно это делать не только для скриптов а для чего-то еще ну и какие задачи по контролю можно решать ну как я уже говорил можно контролировать firewall мониторить флэш потом я еще сделал такую штуку которая но не знает скорее не контроль это скрипт который распространяется средствами энсабл который по определенным хост-нейм в dhcp делает статически на определенной айпи записи но удобно у нас там камера и пишные да вот ее воткнули новую в dhcp у нее есть определенный хост-нейм и будет очень удобно чтобы она была имела какой-то один определенный айпишник что мои коллеги всегда знали что за этим айпишником камеры и так далее ну вот можно использовать скрипты для отлова каких-то известных ошибок вот как я уже рассказал ну и вообще на что хватит фантазии то есть микротик скрипты можно использовать ну не просто как dnds или провайдеров побалансировать тут это творчество следующая задача который хочу рассмотреть это автоматизация настройки типового оборудования ну это примерно то что о чем говорил михаил но энсабл тоже может это делать то есть вот такой вот многофункциональный инструмент мне и моим коллегам часто приходится настраивать роутеры ну типовые роутеры на наши торговые точки на наши склады ну вся эта конфигурация на типовая конечно там есть там разные айпи адреса разные подсети разная амортизация разные параметры vpn у нас все сеть vpn по-разному всякому завязано вот ну руками это невозможно делать и несколько лет назад я на питоне написал скрипт который на входе получает номер телефона ну четыре цифры и то как назвать все это дело идентии а дальше этот скрипт сам генерирует конфигурацию обновляет роутер обновляет фирм варь настраивает не только вот этот новый микротик из коробочки а еще те с которыми он будет взаимодействовать ну вот такое вот получилось на питоне мы с коллегами пользуемся хорошо но этими наработками неудобно делиться ну вот я выложу свой питоновский код а я не программист я администратор системный кто там разберется а в энсабле проще этими вещами делиться и в энсабле можно тоже так делать ну например вот сейчас я вам покажу простой пример но эту тему можно развить как это делается настройка оборудования по шаблону энсабл дает возможность подготовить шаблон конфигурации а далее при помощи переменных этот шаблон делать уникальным для каждого оборудования ну и соответственно применять его как это выглядит шаблон будет представлять из себя просто вот как экспорт конфигурации микротика и где это требуется в двойных фигурных скобках мы будем подставлять переменные но здесь вот есть фрагмент шаблона который там про вай-фай переменные в энсабле вот таким вот образом описываются имя переменные значение переменной вот вот таким образом переменные могут находиться в энсабле в разных местах то есть там есть очень гибкая возможность эти переменные ну задать какие-то значения по умолчанию потом их переопределить там такая иерархическая структура многовариантная то есть ну можно по-разному все описать то есть переменные можно задавать как для роли по дефолту какие-то так и индивидуально для каждого хоста и для группы хостов прописать в плейбуке прописать все файли хост указать при запуске энсабл playbook ну то есть переменные можно по-разному задавать ну то есть логика такая делаем шаблон конфигурации вот как говорил михаил делаем файлики с переменными можем кстати говоря некоторые переменные генерировать тем же самым энсаблом на лету вот у меня есть роль для добавления энсабла в микротик ну то есть чтобы энсабл себя прописал но я не хочу чтобы там везде был у энсабл один и тот же пароль ну не хочу хочу чтобы пароль меня на самом деле вообще не интересует у меня аутентификация по ключам и я при помощи pvg на генерю какой-то там рандомный пароль он записывается на микротик создается пользователь там туда применяется пароль и применяется ключ то есть вот тоже пример использования шаблона в конфигурации то есть можно по-разному задавать эти переменные в общем подготавливаем такой шаблон конфигурации а дальше как как с этим работать дальше что и себя будет представлять шаблон в энсабле это всего лишь внутри каталога с ролью это будет но это будет отдельно ну то есть настройка обороны по шаблону это будет роль только у этой роли будет еще дополнительный под каталог темплейтс называется и там будет лежать наш шаблон у шаблона должно быть расширение j2 потому что используется язык шаблонов дзиндзя 2 про него можно подробнее почитать на языке шаблонов там можно не только просто подставлять какие-то значения куда-то в скрипт ну там что-то подставить но там можно использовать циклы логические операции там типа и в какой-нибудь можно вставить то есть вот этот язык шаблонов он очень такой универсальный дает богатые возможности вот то есть мы готовим шаблон помещаем его в каталог темплейтс ну и вот процесс но алгоритм процесса настройки будет выглядеть примерно таким образом то есть что мы посредством ментабл генерируем конфигурацию средствами энсабл по s&p заливаем на настраиваем роутер пакеты для обновления заливаем вот этот наш генерированный конфиг а дальше выполняем команду на микротеке ресет-конфигурации с применением нового конфига там есть такой это reset configuration и как там run after reset что-то как-то вот это вот это да можно чтобы он перезагрузился все в один этап чтобы работал он перезагрузился уже новенький готовенький вот как это выглядит на командах ansible подробнее рассказывать про это не буду если интересно потом посмотрите так прошу лишь обратить внимание на два ключа запуска ssh для для на две опции ssh клиента о них я попозже расскажу это strict host key checking и number of passwords prompt я о них потом по просто сделайте акцент я сейчас про это расскажу это важные ключи без них работать не будет в моем конкретном случае и вот этот я там показывал на предыдущем слайде после сейчас я вернусь вот последняя команда и сет router and apply new config она выполняет скрипт вот этот recent 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 and reboot rsc ну и дальше в следу на следующем слайде пример этого файла ну вот он то что я говорил system reset configuration run after reset значит я думаю что кто нибудь спросит а зачем здесь дилей типа нафига у меня без дилея почему-то оно через раз работало видимо чё-то не успевал дописаться поэтому я решил поставить небольшой дилей задержку и вот то есть я вам сейчас проиллюстрировал просто принцип и рассказал что есть такая штука как шаблоны это пример очень простой в в репозитории там есть ну как бы роль для настройки нового вайфай оборудования из коробки но она такая под нас заточенная ну просто можно посмотреть на принципы сделать более сложную конфигурацию которая ну роль будет взаимодействовать в энсабли не только с этим роутером а еще и с другими то есть можно очень много чего делать и кстати было бы классно но такое пожелание наверное микротик это когда-нибудь сделает в дюд чтобы был какой-то api чтобы можно было через api дернув там http запросом дюдо или еще как-нибудь добавлять элементы на карту вот это было бы вообще круто ну например да то есть запросить чтобы можно было это сделать это было бы очень круто на надеюсь что когда-нибудь микротик он очень такой дружелюбный к пользователям прислушивается я думаю что они когда-нибудь такое сделают вот если уже не сделали вдруг я не знаю так ну дополнительная информация доклад уже близится к завершению возможные проблемы с sss соединением к сожалению могут возникнуть ситуации когда оборудование соединение приняло по sss но не отвечает например у меня были микротики с глючным флэшом которые ну с ними можно установить ассаш но команды они не выполняют и Или же, например, что-то с сетью случилось, и мы не знаем, что соединение разорвалось, и оно разорвалось, и Ansible при настройке 300 единиц оборудования стопрится и никуда не идет. Это как бы неприемлемый вариант, это превращает, ну, это головная боль. И я хочу дальше рассказать, как можно эти проблемы решить или, ну, если не решить, то минимизировать. Решается это все настройкой SSH клиента. SSH клиент, как я уже говорил, запускается у нас на сервере Ansible. И проще всего это сделать для пользователя глобально через конфиг SSH клиента. У пользователя есть, ну, вот такой вот, может быть, файлик быть создан. Это как раз и будут опции SSH клиента. Ну и какие опции для нас важны? Здесь на слайде, наверное, все-таки я приближу. Я боюсь, вам не видно. Так, значит, какие опции важны? Сервер Alive Interval важен. Это такие Alive пакеты. Будет SSH клиент передавать серверу и ждать ответа. И Alive Interval, это с какой периодичностью это делать? Вот. Следующий параметр это сервер Alive Count Max. Это сколько Alive пакетов, потеря скольких Alive пакетов, вернее, как бы не прием их, считается разрывом соединения. То есть мы попытались там несколько раз, там четыре раза, сколько у меня в примере там, пять раз не получили подтверждение, что сервер жив, и можем считать соединение завершенным. Еще важный параметр Connect Timeout. Это чтобы долго не подключаться к оборудованию, которого нет, которое недоступно. И я уже просил вас обратить внимание на две опции Number of Passwords Prompts и Strict Host Key Checking. Если мы используем аутентификацию по логину и паролю, то вот это вот выставление Number of Passwords Prompts в ноль, оно для нас неприемлемо, потому что иначе мы вообще не подключимся к оборудованию. И в тех ролях, которые, допустим, на инициализацию оборудования у меня написаны, ну, когда надо, чтобы Ansible себя прописал на оборудовании, там используется единичка. Ну, то есть, ну, просто по логину и паролю по-другому не работает. И есть еще такой параметр Strict Host Key Checking. Это проверка отпечатка сертификата SSH сервера. Ну, я сейчас не буду про это подробно рассказывать, потому что я боюсь, у меня и времени мало уже. Почитайте про это дело. Это проверка подлинности, тем ли мы оборудованием управляем, или нас хакеры хотят поломать. То есть, я использую этот параметр для безопасности, а для оборудования, которое новое, я эту проверку не делаю. И оно автоматически добавляется в известные хосты. Ну, в общем, просто обратите внимание на эти вещи. Вдруг кто-нибудь будет смотреть код, и у кого-то что-то не заработает, вот на это надо обратить внимание. Так, дальше, дальше. А, и важным еще я вижу отлов ошибок подключения. Например, мы как-то заменили оборудование. То есть, на одном IP-адресе было одно оборудование, потом стала другая единица оборудования. Изменился у SSH-сервера сертификат, соответственно, отпечаток этого сертификата. Если мы не будем эти ошибки отлавливать, то мы будем думать, что все окей, а на самом деле оборудование никогда не будет перенастроено. И нам нужно знать, что не подходит логин-пароль, что поменялся ключи SSH-сервера. Эти ошибки нужно отлавливать. И самый простой путь — это написать роль, которая будет просто тупо подключаться к микротикам, и если не получилось, слать оповещение на e-mail. Такая роль написана, она вот на GitHub лежит. То есть, рекомендую использовать. И там можно разные еще и другие описать ситуации, в которых следует оповещать администратора. Так, ну, в общем-то, все. Значит, хочу выразить благодарности перед тем, как закончить. Благодарность Михаилу Москалеву, это мой учитель. Ему хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо своим коллегам, которые приняли участие в бета-тесте этой презентации. Ребята, привет, если вы меня смотрите. И спасибо моей жене, которая помогла мне структурировать эти все данные и постараться донести до вас это лучшим способом. Вот. Спасибо, закончены. Ваши вопросы, господа. Если есть микрофон, то передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, там вот первый человек тянул руку. Я думаю, вы слышите два вопроса. Скажите, нормальная ли от Сиба до скрипта, который выполняет статистики, но у вас есть синтаксическая ошибка, которая выводит? Как вы потом это обрабатываете? Это там большого количества. Давайте я по порядку. Первый вопрос. Значит, как отлавливать? Я проверяю работу скрипта на оборудовании. И когда я делаю какие-то изменения, то я просто проверяю на реальном железе. Можно написать какой-то способ отлова ошибки. Можно, чтобы, допустим, перенастройка возвращала... В итоге, если она выполнена правильно, возвращала что-то. Ну, там, допустим, ну, не знаю, там, true, например, или любое значение. Вот мы в самом скрипте микротика должны это описать, эту проверку сделать. А Ansible, он может только стандартный STD-out посмотреть. И мы можем путам что-то сказать, а Ansible проанализировать. То есть можно вот таким образом поступить. Но у меня такой необходимости не было. Я пишу таким образом, чтобы не было ошибок. Ну, как бы постараюсь писать, чтобы ошибок не было. И перед каким-то тестированием массовым проверяю на оборудовании. То есть проверяю сначала на каком-то оборудовании, а потом... У нас просто версии и роутер-роз везде примерно одинаковые. То есть нет такого, что где-то там третья, пятая версия. Везде более-менее последние. По поводу бэкапов на своей прошлой презентации я рассказывал про питоновский скрипт бэкапов, который сам это делает. Ну, в общем, там, предыдущий доклад мой был. На GitHub, кстати говоря, там есть этот скрипт. Смотрите, я не произвожу, как я уже говорил, каких-то фатальных изменений на оборудовании. То есть какого-то чего-то жесткача нет. Бэкап делается отдельными средствами. Можно написать в Ansible роль для бэкапа, пожалуйста. То есть я это не делаю, у меня это делает другой скрипт. Но вы можете это сделать. Ничего не мешает написать роль, которая будет делать бэкап, и складывать его там куда-то, как-то. Или забирать, наоборот. Ну, может Ansible по SSH-у забрать файл с микротик. То есть создать там, мы команду микротику, создай бэкап, создай экспорт, а потом мы их заберем. И дальше уже на стороне сервера Ansible мы можем там это все дело как-то версионировать, что-то с этим делать и так далее. То есть все возможно. Давайте еще кому-нибудь вопросы. Давайте вопросы перенесем. А, ну или ловите меня где-нибудь здесь. Спасибо. Спасибо за внимание. Тогда у нас будет последняя презентация от Ивана Корбун. Продолжение следует...